Микроэлектронная аппаратура «Прогресс» Захар Кондрашов, добрый день Здравствуйте Ну что же, второй день мы говорим о перспективах развития российской электронной промышленности Говорим о темпах развития микроэлектроники в стране По вашим оценкам, в каком состоянии сегодня находятся отрасли? С какими ключевыми вызовами ей сегодня приходится сталкиваться? И насколько успешно она их решает? Вы знаете, я бы на сегодняшний день отметил следующие тренды Во-первых, наверное, уже на кухнях начали говорить о микроэлектронике Это замечательный тренд, что на самом деле она есть Есть некое внимание ее как со стороны граждан, так и со стороны государств С точки зрения того, что происходит, на самом деле это беспрецедентные меры поддержки для отрасли Действительно тот провал, который там был, сейчас государство восполняет Мы должны быть самодостаточными Я думаю, что тот горизонт планирования, который заложен на сегодняшний день в программу Он позволяет это реализовать И еще одна проблема, о которой я слышала, говорили коллеги на форуме Связана с тем, что не хватает такого продукта на рынке, который выступил бы драйвером для отрасли в целом Поскольку сегодня КБ, используемый в разных продуктах По сравнению с зарубежными аналогами, чуть дороже Из-за того, что объемов не хватает Как вы считаете, например, какие, ну, наверное, вопрос к конечникам Какие конечные продукты могли бы выступить сегодня драйверами развития на российском рынке Для того, чтобы компонентная база могла предоставлять конкурентоспособную цену на рынке внутреннем А, возможно, в перспективе, ну, мы оптимисты все и на внешнем Ну, объективно мы говорим об очевидных вещах Да, мы говорим о серийности Чем больше серия, тем ниже затрата на производство этой продукции И такими драйверами, я считаю, могут быть отрасли, связанные с А Где, так или иначе, мы все потребляем эту аппаратуру или она присутствует в нашей жизни С бытовой техникой, например? Ну, с бытовой техникой тяжело, наверное, будет конкурировать в этой части, там, на сегодняшний день С гигантами? Ну, потому что там недостаточная доля электроники, да, той, которую мы представляем Там достаточно много еще других технологических переделов А вот, допустим, там автоэлектроника, да, когда мы говорим о миллионных сериях автомобилей, которые должны производиться на территории Российской Федерации Там, да, это уже серьезные тиражи Миллионные тиражи для электроники Это серьезное падение, там, стоимости изделия Вот, одним из таких, там, драйверов, ну, например, на нашем, которые можно говорить об устройствах вызова экстренной службы У ВЭОС, там, да, в простонародне все знают, там, Арглонас, кнопка вызова СОС Да, это обязательное требование, на самом деле Российская Федерация, это порядка, там, полутора миллионов изделий в год Там есть на сегодняшний день, соответственно, 719-го топоставления требования о уровне локализации И о применении, там, отечественного приемника, обеспечивающего навигацию Отечественного модема, обеспечивающего связь, отечественного, там, контроллера, обеспечивающего компьютинг На таких, там, примерах можно, ну, там, вытягивать целую отрасль, да, где есть потребность Дальше, там, ну, условно говоря, счетчики электропитания, да, они все должны быть в той или иной степени умные Вот мы, там, подписали с коллегами из Нартиса сегодня, там, соглашение И они там понимают, что они будут стремиться применять, там, в своих изделиях Отечественную элементную базу И так можно пробежаться по отраслям, где есть такая, ну, там, серьезная потребность в этих изделиях Вчера Денис Валентинович Мантуров на кулинарных заседаниях затронул тему возрождения отрасли электронного машиностроения На развитие которой в выделенном порядке 240 миллиардов рублей Пока, насколько я понимаю, эта проблема находится в стадии, там, отступа к решению То есть, как таковой полноценной отрасли у нас электронного машиностроения у нас в стране пока нет Вот в том понимании, как мы хотели бы ее видеть На каком оборудовании сегодня производится микроэлектроника в стране, как правило? Ну, вы знаете, объективно, безусловно, это Америка, Европа, Япония, Азия Вот, ну, есть и достойные решения, которые есть и рождены в отечестве То есть, все-таки, у нас есть и печки, да, которые нужны, там, для обработки пластин У нас есть и ростовое оборудование Да, к сожалению, мы утратили историю, связанную с литографией По большому счету, конечно же, здесь, наверное, нам поможет симбиоз, который возможен потом в составе союзного государства Потому что на территории Беларуси остался интеграл, да, и коллеги сохранили здесь и опытное, и промышленное производство литографического оборудования Но на сегодняшний день, насколько я осведомлен, сформирована программа, да, в этой программе есть место И уже запущен ряд процедур, да, и, по крайней мере, здесь об этом заявлено, в том числе, на этой выставке И сейчас идет как раз-то там сессия по электронному машиностроению, где можно послушать и посмотреть, что там будет происходить Поскольку мы предприятие, которое является классическим дизайн-центром и работаем на режиме Fabless Мы только ждем, когда у нас появится возможность больше и больше своих проектов погружать на наши отечественные фабрики Ну, что мы, в общем-то, и делаем, сотрудничаем со всеми, кто может производить пластины Насколько остро для отрасли стоит кадровый вопрос? Даже и не говорите, потому что это самая большая реальная боль, да Но здесь могу сказать, что хорошо, что, в общем-то, сообщество понимает эту проблему Думает они, на самом деле, по высоко квалифицированным кадрам в значительной степени выросли зарплаты Да, это привлекает все-таки и молодых специалистов, да, и удерживает опытных экспертов Поэтому я считаю, что мы должны учить детей, в буквальном смысле этого слова, да На самом деле, одна из инициатив прогресса в рамках текущего мероприятия у нас будет происходить Детская программа, микроэлектроника детям, да И нужно вовлекать детей именно с этого возраста Проблематика такая, что мы там общались с коллегами из МИФИ Да, что возникает в рамках татом ЕГЭ Возникает такая там ситуация, что такие прикладные предметы, да, как физика Да, имеют более низкий балл приоритета при поступлении в ВУЗа, чем, допустим, татом информатики Мне сложнее сдать Понятно, но если мы не будем привлекать любовь, да, к естественным наукам, то как человек дальше-то будет, да, и у нас там получается там выбытие естественное, да, той среды инженеров, которые могут потом расти и дальше становятся полноценными изобретателями, да, полноценными там технологическими предпринимателями Это такая сложная там история Мы вот эту эволюцию, да, провели на примере консорциума по робототехнике и системе тотального управления Они здесь тоже представлены на выставке И мы считаем, что нужно заниматься с детьми буквально с детского там садика, да, и инженерные знания нужно прививать оттуда Что сначала там они играют, они понимают общие принципы, потом они понимают, а каким образом там работают, да, детекторы, сенсоры, привода, что нужно там в любом случае Понятное дело, что программу можешь там написать, но если ты не понимаешь, как это работает в жизни, там, там, да, ты дальше, ну, сможешь быть там просто пустым специалистом В Советском Союзе, который славился всегда своей инженерной школой и плеядой вообще великих ученых Как мне кажется, не было такого подхода, когда детям с детского сада пытаются привить любовь к физике Чего бы вдруг у нас, ну, появилось, это необходимо сделать это с этим поколением Ну, вы знаете, насколько там я помню себя в Советском Союзе, у нас физика начиналась, по-моему, там, с шестого класса Сейчас, если не ошибусь, она, по-моему, там, начинается с восьмого класса и не везде Вот в чем дело, она не является вообще обязательной У нас многие науки, которые были, там, да, ты должен был получить в любом случае, там, там, базу И ты эту базу получал, там, до одиннадцати лет А сейчас уже начинается какая-то, там, специализация Без базы Без базы, там, да И она начинается, ну, в основном, да, я раньше не сказал, там, да На каких-то прагматических принципах, да, о том, что, там, я могу, там, физику не учить Вообще, как бы, там, не заниматься Потому что я просто получу, там, там, больше баллов И мне позволят, там, перескочить на следующую ступеньку Нет общего развития, да, мне кажется, детям нужно давать Право выбора, да, и не нужно их, там, ограничивать И заводить в какую-то, там, дорогу, там, да Да, если что, нет, значит, я не должен это, вот, учить Вот Может быть, те программы, которые проходят, ну, здесь, в этом здании Там, там, в Сириусе Позволяют развивать достаточно много направлений Связанных с инженерией, да Здесь так же учат и робототехники Здесь серьезная по физике школа Серьезная, там, по математике Да, ну, здесь это все-таки определенный отбор Конкурсный, да, когда дети уже, там, понимают, что они хотят Заниматься этим А мне кажется, эту историю немножко нужно повернуть Да, это должно быть не просто повсеместно Спасибо В нашей студии был генеральный директор научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» Захар Кондрашов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому